Не можете выбраться с 3кай за неадекватных тиммейтов, но точно знаете, что можете играть на более высоком рейтинге, или же у вас просто нет времени на его поднятие, то решить эту проблему для вас может сервис по калибровке, бусту, а также продажа аккаунтов с различным рейтингом dota2mmrtrade.com. Самые низкие цены с постоянными акциями и скидками, а также 100% гарантия надежности. Ссылочка на сервис есть в описании под этим роликом. Всем привет, друзья! Давненько у нас с вами не было каких-то интересных пасхалок или же отсылок, и сегодня пришло время это исправить. В прошлых двух выпусках я поведал вам об отсылках доты на продукты кинокультуры, а в этом же мы пройдемся по всем подряд. И дота в этом плане прямо-таки напичкана разными интересностями, о которых мы сегодня и поговорим. Ну что же, 10 крутых пасхалок, поехали! Как это ни странно, начнем мы с отсылки к опять-таки фильму, о которой я забыл упомянуть в прошлых выпусках. В начале игры Блотсикер может произнести следующее. Эта фраза отсылает нас к замечательному фильму Апокалипсис Сегодня, где подобным образом выразился подполковник Билл Килгар, однако вместо серы речь шла о Напалме. Очень популярной отсылкой являются слова Лины, когда та погибает. Именно это написал Курт Кобейн из группы Нирвана в своей предсмертной записке. Однако это не его слова. Кобейн всего лишь процитировал фразу из песни Нила Йонга под названием «Май-май, хей-хей». Ну и раз уж мы заговорили о музыке, вот вам еще пара отсылок. Слова Розора Отсылает нас к одноименному альбому Металлики, вышедшему 27 июля 1984 года. А вот фраза Лича отсылает нас к альбому американской хард-рок группы Грейт Вайт. Только там альбом назывался «Once Bitten Twice Shy». А вообще это выражение является пословицей и звучит примерно как «Пуганая ворона куста боится». Кроме этого, в доте достаточно много отсылок на художественную и философскую литературу. Так, например, фраза Бэйна, посвященная Тинкеру является отсылкой к книге Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах». Еще по поводу Бэйна хотелось бы заметить одну интересную деталь. Истоки его имени, Атропос, происходят из греческой мифологии. Одна из сестер Мойр, их также называют часто богинями судеб Атропа, была сестрой, отвечающей за перерезание нити жизни тех, кто умирал. Ее имя буквально переводится как «Неотвратимое», ссылаясь на неотвратимость и неумолимость смерти. Уникальная фраза Леона при убийстве Вич-доктора переводится как «Все, что нам сейчас нужно, это шкаф». Очевидная отсылка на книгу Клайва Льюиса «The Lion, the Witch and the Wardrobe», ну или же «Лев, колдунья и платяной шкаф». Слова Ликантропа «Волка боятся в лес не ходить» — это практически точная цитата из книги «Игрок» Федора Михайловича Достоевского. Фраза «Омнинайта» при Возрождении Это переделанная цитата немецкого философа Фридриха Ницше, которая в переводе звучит как «Если долго всматриваться в бездну, бездна начнет всматриваться в тебя». А вот слова Фейселес Войда «В стране времени безглазый уже король» — это пародия на слова Эразма Роттердамского в «Стране слепых одноглазый уже король». Небольшая шуточка от Мираны в сторону Инвокера, которого иногда называют Карлом. Напомню вам, что Саган — это имя питомца Мираны, а вот всё это дело вместе Карл Саган даёт нам уже имя популярного американского астронома и астрофизика. И напоследок забавная пасхалка от Винтера Виверны. При победе есть шанс, что Виверна произнесёт следующую реплику. «From Sub-Zero to Hero» Прекрасная игра слов с очевидной отсылкой на героя всеми известной игры Mortal Kombat с именем Sub-Zero. Ну а на этом у меня, друзья, пока что всё. Знаю, что снова не очень часто вас балую интересными роликами, но пока обстоятельства не позволяют. Скоро всё наладится и я снова займусь лором. Завтра же на моём канале ждите очередную интересную историю о герое Доты. А пока что я с вами прощаюсь. Ставьте пальцы вверх этому ролику, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые, и рассказывайте о нём своим друзьям-дотерам. Спасибо вам за просмотр, всего доброго и скоро увидимся. Пока! Субтитры подогнал «Симон»